В центре скопления самой активной спортивной молодежи Сочи у бывшего кинотеатра «Стерео» развернулся настоящий фестиваль уличных культур. Площадку в полное распоряжение отдали танцевальным командам, скейтбордистам и творческим коллективам. На площади можно было записаться в любой кружок или секцию, а также пройти небольшое обследование и узнать свой биологический возраст. Стала уже хорошей такой традицией, что именно в День молодежи мы обязательно делаем такой показательный выход или День открытых дверей всех наших молодежных клубов. У нас их 32. Вот сегодня они здесь все представлены. Мы еще раз показываем все направления, которыми занимаются и может заниматься наша молодежь. Помимо соревнований и выступлений, желающие могли здесь же вступить в ряды волонтеров, например, для участия в гран-при «Формулы-1» и для начала запомнить анкету. «Формула-1» – это наша страна будет представлять весь мир. И впервые будут участвовать наши гранщики. Поэтому не участвовать волонтерам нельзя. Отдельная любовь и активная молодежь к танцам. Альтернативные жанры позволяют совместить и спорт, и отдых. Служат средством самовыражения для детей и взрослых. Один из таких молодых дарований Стас Бубнов. Хик-хопом и брейк-дансом стал заниматься совсем недавно. Он самый младший участник в своем коллективе. Но, по его словам, старшие товарищи всегда приходят на помощь и подсказывают, если что-то не получается. Мне не нравится, не знаю почему. Просто там красиво танцуешь, акробатику делаешь. Потому что потом помогаешь, когда ты вырастешь. Как ты думаешь, тебе это в чем поможет? Не знаю, там на конкурсы разные был по городам ездить, по странам. Путешествовать? Да. А на театральную площадь в этот день съехали сочинские байкеры. Отметить День молодежи под рев моторов собралось более ста участников. Очень много байкеров, именно молодежи. И мы, хоть и старички, но все вышли с этого возраста. И чтим этот возраст. Это самый хороший, счастливый возраст. Поэтому приехали вспомнить молодость. Присоединился к байкерскому сообществу пусть и на один день глава Сочи Анатолий Бахомов. Познакомился с любителями двухколесных машин, сфотографировался на память, а также посидел за рулем одного из мотоциклов. Сегодня день молодежи. И я хочу сказать, что мы создавали, создаем и будем создавать условия для того, чтобы в городе каждый молодой человек, каждый юноша и каждый ребенок мог выбрать для себя увлечение. И когда мы добьемся этого, мы тогда будем понимать, что нам не придется бороться с редними привычками. И тогда мы скажем, что мы действительно создаем общество счастливых людей. К сочинским байкерам, помимо градоначальника, примкнул и олимпийский чемпион Алексей Воевода. Он, кстати, отметил, что на курорте сейчас созданы все условия для динамичного развития молодежного движения. Праздник молодежи – это всегда будущее. Это будущее страны. И, в принципе, те условия, те возможности, которые сейчас есть для молодежи, честно говоря, я не мог от них и мечтать, когда был в их возрасте. Поэтому, честно говоря, ну, не знаю, все самые лучшие условия. Живи, развивайся. Так что сочинцам осталось всего лишь выбрать занятия по душе, будь то спорт или общественная деятельность. День молодежи на курорте завершился мотопробегом. Колонна байкеров проследовала по главным улицам города к Южному Молу. Праздничный маршрут финишировал на площади у морпорта. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.